Друзья, приветствуем вас на канале обучения и саморазвития. И сегодня мы поговорим о том, как научиться рано вставать. Дадим вам детальную инструкцию. Кто же из нас не давал себе обещания с завтрашнего утра, недели, года приучить себя рано вставать? Мы со всех сторон слышим о пользе ранних подъемов, как об одной из главных привычек успешных людей. Вот только почему-то завтра мы снова откладываем пробуждение до последнего, а потом в спешке бегаем по комнатам, переворачивая все вокруг в поисках нужных вещей. Мы рассмотрим подробный план, как научиться рано вставать, разберем ошибки и причины стресса. Также сформируем личную мотивацию, которая будет стимулировать вас двигаться по намеченному пути. И запасемся багажом полезных советов. Итак, самые распространенные ошибки при раннем подъеме. Когда мы принимаем решение вставать пораньше, то сразу бросаемся в бой. Приняли решение и завтра уже ставим будильник на два часа раньше. Мы уверены в своей силе воли и твердости, но в итоге все заканчивается провалом. Не спешите винить себя, ведь в большинстве случаев виновниками являются ошибки, допущенные нами, из-за неправильного подхода. Итак, ошибка первая. Резкая смена времени пробуждения. Наиболее распространенная ошибка при раннем подъеме. Мы с воодушевлением заводим будильник на час раньше привычного времени, но вот только последствия этого плачевны. Организм привык к определенному режиму, поэтому начинает активно сопротивляться. Продержавшись так пару дней, мы уже начинаем нервничать. Зачем мне это надо? Это издевательство над организмом. И бросаем любые попытки перейти на ранние подъемы. Но самое ужасное – вы получаете отрицательный опыт, разочарование в себе, что приводит к понижению самооценки. Ошибка вторая. Позднее время отхода ко сну. Как научиться рано вставать, если вы ложитесь спать после полуночи? Ответ – никак. Для того, чтобы раньше лечь спать, требуется не меньшая самодисциплина. Вечером нас подстерегает множество соблазнов. Еще одна серия сериала, незаконченная работа, дела по хозяйству и тому подобное. И не стоит здесь говорить, что у вас не было выбора, это надо было срочно, это было важно. Решение принимаете вы. Если бы вам платили 100 долларов за каждый день, когда вы ложились не позднее 22.00, отбросили бы вы другие дела. Кстати, в одной из древнейших книг мудрости Веды говорится, что очень важно лечь спать в промежутке с 21 до 23.00, поскольку в это время ум отдыхает. Ошибка третья – переедание. Не есть после 18.00 считается основным правилом для людей, которые сидят на диете. Но наполненный желудок также влияет и на качество сна. Ведь организм должен отдыхать, а вместо этого занимается перевариванием еды. К тому же в большинстве случаев мы едим перед сном не всегда полезную еду. Сладости, соевые продукты, жареное, что не только затрудняет пищеварение, но и постепенно образует шлаки, активизирует гнилостные бродильные процессы. В итоге утром мы чувствуем тяжесть, ощущение разбитости в теле и желание еще поспать. Ошибка четвертая – недостаток сна. Бесполезно применять советы, как научиться вставать раньше, если ваше общее количество сна не превышает 4 часов. Ваш организм не успевает восстанавливаться. Накопление недосыпа приводит к стрессам, ухудшению работоспособности и снижению иммунитета. Многие восхищаются историями о людях, которые спали не более 3 часов, оставаясь продуктивными. Но в их основе лежит целый свод правил. Их нарушения приводят к психическим расстройствам. Тем более главной причиной, из-за которой мы ущемляем сон, является незнание основ тайм-менеджмента и уступки пожирателям времени. Не забывайте, что раннее пробуждение – это зачастую причина стресса. Многие игнорируют данный аспект, ссылаясь на особенный биоритм или же с нетерпением переходят к действиям, резко меняя годами выработанные привычки. Оставив корень проблемы нервозности при раннем пробуждении в своем сознании, вы в скором времени вернетесь к привычным действиям. Чтобы обеспечить себя победой, надо исключить все возможные варианты поражения. Итак, вариант первый. Убеждение, что вы являетесь истинной совой. Большинство современных медиков утверждают по результатам многочисленных исследований, что разделение носов и жаворонков давно устарело. Вся природа просыпается с первыми лучами солнца, и лишь человек выдумывает для себя различные отговорки. К тому же это убеждение лишает нас возможности что-то изменить, ведь такой уж я с рождения. Майкл Бреус, специалист по хронобиологии, в своей книге «Всегда вовремя», рассматривая биологические часы разных хронотипов, определяет для каждого время пробуждения, колеблющиеся с 5 до 7 часов утра. Вариант второй. Синдром 5 минут. Как часто вы переводите будильник еще на несколько минут? Если часто, то ваша привычка рано вставать обречена на провал. Чем чаще мы прерываем свой сон, тем больший стресс доставляем организму. К тому же вы можете сбить фазы сна или проснуться во время неблагоприятной, из-за чего даже проспав 8 часов чувствовать будете себя уставшими. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Вариант третий. Мысли перед сном. Ваши последние мысли задают тон завтрашнему утру. Дело в том, что во время сна мозг обрабатывает всю информацию, полученную в течение дня, особое внимание уделяя последней. Вспомните моменты, когда вы не могли заснуть, поскольку перебирали в голове список дел, последнюю ссору с близким человеком и с каким чувством вы при этом просыпались утром. Даже элементарная мысль «я не хочу завтра вставать и идти на эту ненавистную работу» мозг принимает как задачу, которая усложняет легкое пробуждение. Вариант четвертый. Отсутствие комфортных условий. Обращайте внимание на температуру в комнате. Вы не должны чувствовать духоту. Отсутствие свежего воздуха обеспечит вам беспокойный сон. Не в меру теплое одеяло, неудобные подушки и матрас, некачественное постельное белье – все это не только может стать источником нарушения сна, но и плохого настроения и раздражения. Итак, инструкция для раннего пробуждения состоит из многих частей. Но пусть вас это не пугает. Сейчас переходим к самой главной ее части. Успех внедрения привычки зависит от того, насколько вы готовы делать то, что не любите, чтобы достичь желаемого результата. Найдите вескую причину для того, чтобы выработать привычку просыпаться раньше. Для этого ответьте на вопрос «Для чего я хочу вставать раньше привычного времени?» Выберите одну или несколько из перечисленных целей или придумайте свои. Но они обязательно должны вас развивать, дарить радость и наполнять энергией. Итак, варианты целей. Во-первых, время для себя. Это может быть что угодно – бег, йога, для женщин разные процедуры по уходу за собой и тому подобное. Возможно, вы давно хотите начать закаливаться. Так делайте это с утра. Во-вторых, духовные практики. Уделяя внимание физическому и интеллектуальному здоровью, мы часто пренебрегаем духовным аспектом. Молитва, медитация, чтение Библии, вед или других священных книг – выберите то, что умиротворяет и наполняет любовью. В-третьих, насладиться тишиной. Современный мир наполняет нас хаосом, как звуковым, так и информационным. Мы даже привыкли к нему. Если мы находимся в тишине, то тут же находим, чтобы включить. В наше время даже научно доказано, что две минуты тишины дают большее расслабление, чем продолжительное воздействие медитативной музыки. Проснувшись раньше и уделив дополнительное время тишине, через неделю вы удивитесь, как количество стрессов уменьшилось, а концентрация улучшилась. В-четвертых, порадовать себя вкусным, полезным и красивым завтраком. Есть большое разнообразие легких и быстрых рецептов здоровой пищи, слев которую спокойно вы насытите организм полезными витаминами и микроэлементами. Потратьте несколько минут, чтобы все это красиво выложить и подать, и вы увидите, как бессознательное поедание пищи превратится в красивый ритуал любви к себе и близким. Итак, рано вставайте, себя улучшайте. Отличная идея будет использовать дополнительное время на саморазвитие. Ведь пока другие спят, вы уже улучшаете себя, решаете важные вопросы, находите ответы на интересующие темы, становитесь лучше. Каждый день уже с утра вы будете на шаг впереди сонь. Делать конкретные действия, пока другие лишь в снах видят свои мечты. Так что, если вы сможете приучить себя рано вставать, то можете серьезно улучшить любую сферу жизни. Первое. Время для важных дел. Эрнест Хомингуэй просыпался не позже шести утра и занимался писательской работой. Бенджамин Франклин вставал каждый день в четыре утра, посвящая время принятию важных решений и обучению. Поставьте цель, которую вы давно мечтаете достичь, но обычно на нее не хватает времени, и занимайтесь ею в утренние часы. Обучайтесь новому, выстраивайте стратегии. Сделав с утра важное, вечером вы точно не будете жалеть о напрасно потраченном дне. Второе. Возможность проанализировать свою жизнь. Как часто вы задаете себе вопрос, куда я двигаюсь? Нравится ли мне работа, дом, отношения, которые у меня сейчас? Чего я хочу? Спокойствие и ясность ума в утренние часы помогут более четко обозначить свои цели и пути их достижения. Третье. Чтение. В среднем человек читает две страницы в минуту. То есть за 30 минут вы проработаете 60 страниц, 1800 страниц за месяц и 219 тысяч страниц за год. А это примерно 87 книг объемом в 250 страниц. И четвертое. Завершение хвостов. Незаконченные дела тянут из нас энергию, а их большее накопление погружает нас в апатию. Разделите их по времени на короткие, средние и большие. Делайте понемногу каждый день. Через неделю вы выйдете из состояния прокрастинации, а через месяц почувствуете, что можете все, что угодно. Итак, несколько советов, как развить привычку раньше вставать. Теперь, когда мы разобрались в причинах неудач, при ранних подъемах и наполнились мотивацией, можно приступить к конкретным шагам. Во-первых, постепенность. С каждой недели поднимайте время пробуждения на 15 минут. На следующую еще на 15, и так, пока не дойдете до желанного времени. Даже в выходные дни старайтесь не сбиваться с графика. После этого придерживайтесь его 21 день. Для окончательного результата потребуется 3 месяца. Во-вторых, ложитесь раньше. Также определите четко время отхода ко сну и выполняйте принятое решение. Если остаются незавершенные дела, выписываем их все на бумагу, чтобы разгрузить голову. Выполните их в первую очередь на следующий день. В-третьих, формируем новое убеждение. Выпишите на листок все негативные утверждения и мысли, связанные с ранним подъемом. Возьмите красную ручку и зачеркните, сверху написав «аннулировано» или «истек срок годности». На другом листе напишите противоположные позитивные мысли. Первый листок сожгите, а второй прикрепите на видном месте, чтобы вы его видели уже с утра. На зеркале, например. Находите в интернете истории людей, которые успешно внедрили данную привычку. Сохраняйте и перечитывайте их. Ведь если кто-то смог научиться просыпаться раньше, то сможете и вы. В-четвертых, правильно ужинаем. Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 3 часа до сна. Исключите жареную пищу и отдайте предпочтение тушеным овощам, рыбе, приготовленной на пару и салатам. Пятое. Правило 3 секунд. Если вас преследует синдром 5 минут, используйте данный метод. После звонка будильника сосчитайте до 3 и вставайте. Без отговорок сказали 3 и встали. Шестое. Окружение. Найдите в своем окружении хоть одного человека, который также ищет способы, хочет стать ранней пташкой. Контролируйте друг друга, вдохновляйте и поддерживайте, обменивайтесь новыми идеями. Седьмое. Душ. Сразу после пробуждения примите контрастный душ. Это отгонит остатки сонливости и взбодрит вас. Далее обсудим инструменты. Полезные лайфхаки, которые помогут значительно облегчить исполнение плана по внедрению ранних подъемов. Я советую попробовать каждый, а потом оставить несколько, которые станут вашей утренней изюминкой. Итак, первая. Первая фраза. Придумайте фразу, которую будете говорить при пробуждении. К примеру, сегодня тебя ждет потрясающий день. Или вставай, победитель, пора перевернуть этот мир. Выберите небольшую фразу, но так, чтобы она вас заряжала. Если трудно сразу произносить, как просыпаетесь, поставьте, как название будильника. Вы ее точно прочитаете сразу. Второе. Приятная мелодия будильника. Отбросьте традиционный звонок. Это начало вашего самого лучшего дня. Поставьте красивую инструментальную музыку, звуки природы, зажигательный рок-н-ролл. Что угодно. Главное, чтобы мелодия наполняла радостью. И будильник перестал ассоциироваться с неким звоном сирены. Это должно быть легким и в радость. Третье. Чем дальше, тем лучше. Не кладите будильник рядом с кроватью. Выберите место подальше. Тогда точно придется встать, чтобы его выключить. И четвертое. Награда. Придумайте занятия, полезный десерт или что-то другое, чем вы будете награждать себя утром. Это может быть даже обыкновенная чашка свежего кофе, но ее вы выпиваете только с утра. Так у вас появится еще один стимул для скорого подъема и хорошее настроение. И напоследок поговорим о полезных программах. Возможно, у вас сейчас закрались уже сомнения. А смогу ли я? Сколько раз я пробовал, но у меня слабая сила воли. Столько дел. Родные любят поспать подольше. И тому подобное. Как научиться рано вставать, если столько препятствий? Просто берете и учитесь. Чтобы научиться кататься на велосипеде, надо кататься на велосипеде. Если вы принимаете решение, тут же возникает сила противодействия. Это закон природы. Росток пробивается сквозь землю с большим трудом. Мир проверяет, насколько важно для вас решение, готово ли для него меняться. Ниже инструменты, которые помогут пройти этот путь наиболее легко. Во-первых, трекер привычек. Легкая программа, которую можно скачать в Google Play. Она обеспечит удобное отслеживание вашего прогресса. Можно сделать и самим рассчитать таблицу по вертикали привычки по горизонтали числа месяца. Этот метод контроля поможет более ответственно отнестись к подъемам. Ведь мы же должны будем каждый вечер отмечать, как придерживаемся принятого решения. Во-вторых, мотивационные ролики. Попробуйте вместо привычной фоновой трансляции новостей включить мотивационный ролик. Советуют и от конференции. В среднем ролик длится 15 минут, где лучшие мировые спикеры делятся своим опытом в разных областях. Вы можете не только вдохновиться их примером, но и подчеркнуть интересные мысли, которые помогут изменить вашу жизнь. В-третьих, расчет времени. В интернете есть множество видов калькуляторов сна, учитывающих его фазы, которые поможут вам рассчитать наилучшее время пробуждения. Выберите наиболее комфортное для себя и применяйте. Ранние подъемы освобождают огромный запас времени и открывают мощный источник сил. Отойдите от утверждения, что утро серое и тяжелое. Оно может быть интересным приключением, если к данному процессу подойти системно и ответственно. Пробуйте, меняйте, совершенствуйте, ищите новые способы и придумывайте свои. Не останавливайтесь. И тогда в скором времени сможете с легкостью рано просыпаться. Ну и, конечно, почаще заходите на наш портал обучения и саморазвития. Читайте полезные и интересные статьи, а также смотрите видео на нашем YouTube-канале. Там мы тоже каждый день публикуем новые интересные и полезные видео на десятки тем, связанных со здоровьем, спортом, бизнесом, путешествиями и саморазвитием. Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok